Площадь Вероны Площадь Вероны Вероне много уникальных исторических мест разных эпох, но мы посетим те, что связаны с Ромео и Джульеттой. Недалеко от площади Пьяца Деля Эрбе находятся дом Джульетты и дом Ромео. До гробницы Джульетты можно быстро дойти от площади Пьяца Бра. Под номером 23 на Вио Капелло в нескольких десятках метров от центральной площади Пьяца Деля Эрбе находится дом семьи Даль Капелло. Схожесть фамилий Капелло и Капулетти убедила людей в том, что это и есть дом Джульетты, несчастной влюбленной из трагедии Шекспира. Дом представляет собой суровое средневековое здание XIII века, кирпичный фасад которого смягчен элегантными окнами. Мы проходим через арку желаний и узкий коридор, на стенах которого влюбленные всех возрастов оставляют просьбы о вечной любви. Во внутреннем красивом дворике находится копия великолепной бронзовой статуи Джульетты, а сам подлинник, выполненный веронским скульптором Нерео Константине, расположен в доме Джульетты. Перед нами ворота из кованого железа, на которых закреплен герб семьи Капелло, а влюбленные в знак вечной любви вешают замочки. А вот и легендарный балкон Джульетты. На нем влюбленные пары могут сделать романтические фотографии. Также здесь есть сувенирные магазинчики и гостиница под названием «Очаровательный сон Джульетты». Субтитры создавал DimaTorzok В ходе последней реставрации в доме были воссозданы интерьеры средневековой Италии по гравюрам XIV века. В помещениях появились колонны с арками, антикварная мебель, на стенах старинные фрески. В спальне можно увидеть декорации и бархатные костюмы, которые использовали в 1968 году на съемках фильма Франко Дзефирелли, Ромео и Джульетта. Дом Ромео – это старинный дворец XIII века, имеет готические черты, окружен зубчатой стеной. Это говорит о том, что дом служил крепостью. В XIV веке этот дворец принадлежал знатной семье Ногоорола. В 30-е годы планировали здесь создать музей Шекспира, но помешала война. После дворец был выкуплен в частную собственность. Городское управление обращалось к хозяевам дома с предложением выкупить здание и сделать в нём музей, но этого так и не произошло. Перед нами гробница Джульетты. В подвале монастыря Капуцинов находится мраморный саркофаг. Именно здесь, в гробнице Джульетты, разыгралась трагическая финальная сцена трагедии. На территории монастыря есть также маленькая капелла, где, как говорят, влюблённая пара обвенчалась. «Ромео и Джульетта» — это высочайшая из трагедий о любви, какую только способен создать человеческий гений. Трагедия, по которой не перестают снимать фильмы. В 1968 году Франко Дзефирелли, великий итальянский режиссёр, снял фильм «Ромео и Джульетта» с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом в главных ролях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо за внимание! Желаю, чтобы в жизни всегда было место романтики, а рядом был близкий и любящий человек. Пусть любовь всегда согревает душу. Желаю вам ярких впечатлений, понимания и настоящей любви.